Продолжаем разговор. Иван Яковин и Радио НВФ. В первой части я рассказывал о том, что очень важно, конечно, сменить режим Российской Федерации. Для этого необходимо... Ну, сделать это можно усилиями только самих россиян. Никто другой, естественно, там не будет высаживать войска в Кремль и захватывать Владимира Путина. Как это можно было сделать, сделано усилиями россиян, мы видели в прошлом году во время марша справедливости, так называемого имени Пригожина. Сейчас Пригожина уже нет, но в общем среди российских генералов есть очень много людей, недовольных происходящим. Конечно, они пока боятся идти на какие-то решительные действия, но если российская армия будет нести поражение за поражением, то вполне возможно они начнут действовать, тем более, что российских генералов сейчас одного за другим сажают ФСБшники. Я думаю, что далеко не все генералы хотят оказаться, вообще мечтают оказаться на нарах. Поэтому кое-какие, если давление на российский режим будет усилено, экономическое и военное, я думаю, вполне возможно, мы увидим какой-то бунт. Смотрите, что может быть из военных методов? Про военные методы я уже говорил. И это могло бы, кстати, быть в плане победы, собственно, Украины. Первое, это должны, Украина должна потребовать, наверное, уже даже просить недостаточно, надо требовать от стран Запада массовых поставок противопехотных средств борьбы с мобилизацией, по сути дела. Потому что Россия сейчас, видимо, будет объявлять мобилизацию. Кстати, тут была какая-то новость такая интересная, что с российской стороны закрыт переход Верхний Ларс. То есть помните тот переход, через который в Грузию убегало огромное количество тех, кто не хотел служить в Российской армии? То есть вот сейчас его закрыли, то есть там нет автомобильного движения по этому переходу. Вполне вероятно, что в ноябре, когда начнут действовать электронные повестки, там будет объявлена в России мобилизация и, соответственно, будет новый набор людей. Так вот, для борьбы с огромными людскими массами нужно много противопехотного оружия. И я думаю, потому что Россия наступает пехотной массой. И борьба с мясными штурмами становится ключевым, так сказать, методом борьбы с российской армией. Это очень-очень важно. Второе, это было первое. Второе, инвестиции и ускоренное развитие самых разных дронов и дроновых систем. Дело в том, что дроны, конечно, дают в современных условиях Украине огромное асимметричное преимущество над российской армией. Позволяет бороться с такими угрозами, которые ранее считались абсолютно непреодолимыми. Поэтому, да, то есть дроны высокоточные разных масштабов, разных направлений, разных типов, это, конечно, очень-очень важно. И, на самом деле, Украина и так добивается очень немаленьких успехов в этой области, но я думаю, что, говорится, нет предела совершенства, можно еще и еще. Дроны, это абсолютно точно будущее, за ними будущее, надо их развивать. Третье, это ускоренное развитие авиации. Тоже я об этом говорил. У Российской Федерации армия огромная, а авиация, относительно всей остальной армии, относительно архитичная, то есть недоразвитая, она слабенькая. Есть несколько хороших типов самолетов, но в основном российская авиация довольно слабая в техническом отношении, старье. И поэтому тут есть к чему, как говорится, есть возможность добиться паритета с Россией. Почему? Потому что у Запада, наоборот, авиация очень-очень мощная, особенно у американцев. Соответственно, даже относительно небольшие поставки западных самолетов в Украину могут привести к тому, что Украина сравняется по своим возможностям, авиационным возможностям с Россией, может даже превзойдет их. Причем сделать это можно довольно быстро, и это уже делается, что очень хорошо, на мой взгляд. Буквально вот сегодня пришла новость о том, что Франция поставит в первом квартале следующего года самолеты Мираж-2000. Это очень-очень хорошие самолеты, истребители, бомбардировщики, очень высокого качества и класса. Это шикарные самолеты, спасибо Франции большое. Нидерланды, кстати, тоже то ли сегодня, то ли вчера объявили о том, что начинают отправку в Украину двух десятков, даже трех десятков своих самолетов F-16. Которые, кстати, самолеты эти, ну составят компанию датским, по-моему, самолетам, которые уже находятся в Украине. И эти самолеты будут использоваться для того, чтобы наносить удары по российской армии, и для, самое главное, для установления паритета, а может быть даже господства в воздухе. В общем, спасибо еще раз Франции и Нидерландам. Ну и когда достигнуты будут цели по установлению контроля над воздухом, тогда можно будет провести большую операцию по изоляции и по блокаде Крыма. С помощью, опять же, авиации, с помощью натовских самолетов-разведчиков, натовских радаров, натовских топливозаправщиков и так далее. Тогда я думаю, это вполне реально сделать. Почему? Потому что весь воздух, все воздушное пространство над акваторией Черного моря прекрасно себе контролируется натовскими средствами воздушной разведки. Ну и что получится тогда в результате у Российской Федерации? На фронте тупик, украинские дроны залетают все дальше и наносятся больше и больше урона, спасать их на линии фронта тоже нет. Авиация набирает сил. Кстати, сейчас, опять же, слежу за этой темой, опять там какие-то новые достижения в области искусственного интеллекта для FPV-дронов. То есть эта сфера развивается очень быстро и очень хорошо, слава богу. Авиация украинская будет набирать силу и Крым фактически будет для России потерян. Почему? Потому что отрезанный от всех остальных оккупированных территорий он не сможет сам функционировать. В общем, это все в целом создаст то самое искомое ощущение бессмысленности, бесперспективности войны в российском обществе. И это, в свою очередь, начнет вести к поражению и к каким-то заговорам, к какой-то нестабильности внутри российской элите. Если при этом будет оказано еще и экономическое давление, то тут, как говорится, все понятно заранее. Что такое экономическое давление? Ну, экспорт и импорт вследствие, введенных американцами и другими западными странами, санкции сейчас падают. Санкции эти работают. Мы видим это на цифрах-объемах с Китаем, которые сокращаются сейчас в Российской Федерации. Поскольку сама Российская Федерация практически ничего сама не производит, то без импорта ей очень-очень тяжело приходится. Цены на все быстро начинают расти. Плюс сейчас Саудовская Аравия несколько дней назад объявила о том, что собирается повышать добычу нефти. Это приведет к падению цен на нефть. Саудиты вообще ведут себя очень агрессивно. Они ругают остальные страны, добывающие нефть, за то, что те превышают выданные им квоты, добывают слишком много нефти. И Саудиты говорят, что типа ах так, ну смотрите, если мы начнем превышать квоты, вы все лишите своих рынков, своей доли на рынках. И на самом деле эта угроза очень-очень опасна для Российской Федерации, потому что Российская Федерация будет терять просто колоссальные деньги и колоссальные потери для бюджета российского будут в случае даже не очень большого снижения цены на нефть. А дело сейчас, многие эксперты говорят о том, что цена на российскую нефть может опуститься до 50 долларов за баррель и это будет мощнейшим ударом по российскому бюджету. Но это еще не все, почему? Потому что дроны, дроны, дроны и если дроны, которые действуют все успешнее, раскрошат нефтеналивные, нефтеперевалочные мощности Российской Федерации на Балтике, в порту Усть-Луга и в Новороссийске на Черном море, то Россия вообще без денег останется получается. Потому что, ну знаете, и причем я вполне допускаю, что это может произойти вот уже после выборов в США, потому что до выборов, конечно, Украина не будет этого делать для того, чтобы на мировых нефтяных рынках не образовался резкий скачок цен на нефть. Потому что резкий скачок цен на нефть приведет к усилению позиции Дональда Трампа, о котором мы сегодня еще поговорим на выборах президента США. Так вот, Украине это, естественно, невыгодно. Я допускаю, что после выборов удар по российским нефтеналивным портам может состояться. Вот смотрите, буквально пару дней назад Феодосия была атакована, Феодосию защищала как минимум одна система противовоздушной обороны Панцирь, там прямо находилась на этом самом Феодосийском нефтеналивном порту. Ну, Панцирь не помог, украинские реактивные дроны стали действительно очень высокого качества, высокого класса, они уничтожили эту базу, нефтебазу, точнее, это не нефтебаза, а нефтеналивной порт, терминал. Вот он горит до сих пор, на самом деле. То есть, вроде уже позавчера это была атака, а горит эта штука до сих пор, и ничего, российский пожарный там сделать. Ну, то есть, короче говоря, этот объект выведен из строя. Если то же самое случится в Новороссийске, ну, слушайте, то это примерно 40% всего российского нефтяного экспорта. То есть, представляете, вся Россия останется без 40% своих нефтяных и нефтепродуктовых доходов. Это будет для России капец просто, если не сказать слово похуже. Так вот, два порта, Усть-Луга и Новороссийск, это такие два узких места, две аорты, через которые в российскую экономику поступают деньги. Там примерно, поступают примерно 10 миллиардов долларов каждый месяц. То есть, сумма огромная, колоссальная, войну вести можно, можно, чтобы целая страна относительно безбедно существовала. Но если эти аорты перебить, то экономика Российской Федерации очень быстро загнется. Вот, понимаете, Российская Федерация очень мощная, но она держится на двух тоненьких ниточках, Новороссийск и Усть-Луга. Если эти ниточки обрезать, то все это упадет и обвалится. У Украины, кстати, таких нет. Украинская экономика гораздо легче, она не такая мощная, как российская, но у нее нет таких двух или одной ниточки, на которых вся украинская экономика держится. Поэтому Россия, конечно, и рада бы куда-то ударить своими крылатыми ракетами, чтобы перебить аналогичные ниточки у Украины, но некуда бить. Нет такого места, куда можно было бы так ударить и положить конец существованию украинской экономики. А у России есть эти точки, и причем они слабо защищенные и очень хорошо горящие. Слава Богу, нефть горит неплохо, и поэтому, когда у твоего врага главный его продукт легковоспламеняющийся, конечно, надо благодарить судьбу. Так, ну и разобраться с Новороссийским портом, на мой взгляд, будет довольно реально. Не так, то есть через не очень большое время американцы вот уже обещали, уже объявлено это, предоставить не только самолеты F-16 через другие страны Украины, но и ракеты к этим самолетам, которые называются JASM. Это крылатые ракеты, это что-то типа Storm Shadow, только получше, как говорят. Не знаю, я небольшой специалист именно в ракетах крылатых, но штука в том, что эти ракеты летят с определенными доработками на расстоянии около 500 километров. То есть это какие-то бомбы-ракеты, на самом деле, или ракета-бомбы, как-то так надо говорить. Так вот, эти штуки можно запустить над Одессой, и они полетят, вот эти 500 километров своим ходом прилетят в Новороссийск, вообще без проблем. Представьте себе, если, то есть из относительной безопасности эти штуки можно запускать. Представим себе ситуацию, если вместе с этими дронами, точнее вместе с этими ракетами запустят и дрона, и реактивные дроны, и поршневые обычные дроны, и все остальное. То есть прилетит такая армада, которая более-менее одновременно прилетит к Новороссийску, то Новороссийская ПВО-система будет перегружена, не справится с количеством прилетевших боеприпасов, и российский терминал на 40% экспорта российской нефти сгорит просто в тот же день. Вот это будет огромный успех украинской армии, вот это было бы просто ого-го, как круто. Ну и конечно, если еще в услуги, потом такую операцию, ну в российской экономике реально хана. Ну она не может существовать без постоянно действующего экспорта нефти. Подобного рода развития ситуации резко усилит инфляцию. Кстати, курс рубля и так падает, он за последние полгода потерял примерно 15% своей стоимости. И что получится? В условиях тупика на фронте, в условиях резкого ухудшения социально-экономических показателей в экономике, бунт или какой-то заговор в той или иной форме будет, ну по сути дела, неизбежным. Почему? Потому что, ну так всегда было, да, то есть вы не можете проиграть войну и испытывать экономические сложности, и при этом, чтобы все были довольны, особенно в диктаторской стране. Так не бывает. Что-то там, какая-то заворуха, да, начнется обязательно. Отстранение, отстранение Путина от власти, которое может случиться в ходе такой заворухе, приведет к окончанию войны и к окончанию оккупации. То есть вот это, мне кажется, могло бы быть каким-то более-менее разумным планом завершения этой войны. Таким мне представляется план победы Украины. Я не знаю, какой он там на самом деле, потому что документы я, естественно, не видел, он секретный. Как я сказал, его показывают только ближайшим союзникам Украины сейчас. Но я думаю, что какие-то элементы вот того всего, о чем я рассказал, могут в этом плане быть. Хотя, может и не быть. Может, я просто фантазирую и ерунду полную говорю. Но, на мой взгляд, то, что я говорю, оно звучит достаточно логично. Так, сейчас, естественно, многое очень зависит от того, как будут себя вести американцы в этой ситуации. И как, кто победит на выборах. И, на мой взгляд, это супер важная история. Она важна не только для Украины и Америки, естественно, но и для всего остального мира. До выборов там осталось меньше месяца. То есть вот уже скоро, вот-вот выборы. И что мы сейчас видим на данный момент? Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии. Собирается, ну, он уже открыто об этом говорится, ограничить поставки оружия в Украину. И разговаривать о завершении войны, соответственно, с Владимиром Путином. То есть он хочет делать вот ровно то, чего я предостерегал в первой части. Начинать переговоры с Владимиром Путином. Эти переговоры изначально ни к чему не приведут. Но для Путина это очень хорошо и полностью соответствует его пожеланиям. Почему? Потому что он готов говорить с Западом и одновременно добивать Украину. Для него супер важно, чтобы Запад при этом прекратил поставки оружия Украине. Собственно, Дональд Трамп именно это грозится сделать. Говорит, что если я приду к власти, по сути дела мы прекращаем поставки оружия Украине. И Украина будет вынуждена отказаться от своих территорий. Никто Трампу не говорит, что на этом дело не кончится. То, что Владимир Путин не собирается останавливаться на захваченном. Он будет дальше продолжать. Никакой Трамп ему в этом не помешает. А если будут остановлены поставки оружия в Украину, то в этом случае Путин будет считать себя победителем. Что он правильно рассчитал, все правильно сделал, все замечательно, все молодец. И поэтому захватывать надо уже не только Украину, но и страны Балтии. Тем более, что Дональд Трамп, опять же, открыто говорит, что мы не будем сражаться за страны Балтии. Плевать мы на них хотели. И в этом случае, конечно, у Путина будут все поводительные мотивы для захвата еще и стран Балтии. Так вот, мы плюс-минус знаем, как будет себя вести Дональд Трамп, когда станет президентом. Ну и он во время своего, кстати, первого правления, он же уже был президентом, мы видели, что он делал. Его просили предоставить оружие, Трамп не хотел предоставлять оружие. Только под самый занавес своего правления. Война шла в Украине в полном ходом. Кстати, вот Трамп любит говорить, что когда я был, не было никакой войны. Что значит не было? Война шла. Просто ты, дурак, внимания на нее обращал. Ну война-то в Украине шла. Пока Трамп был президентом. Трамп не хотел давать оружие. Только под самый конец дал какую-то жменьку джувелинов и все. Вот на этом его поставки оружия прикрепили. Потому что если бы Трамп, когда он был президентом, организовал бы хотя бы такие поставки оружия, как Байден сейчас, то, конечно, Россия бы уже давно эту войну проиграла. Все, закончено было бы. Но Трамп пошел на поводу у Путина и не стал помогать Украине, когда он был президентом. Этим, кстати, он часто любит критиковать Обаму. Но на самом деле он от Обамы практически не отличается. Обама поставлял какие-то одеяла, Трамп поставлял вот эту горку джувелинов. Все, никаких артиллерий, никакой авиации, никаких ракет вообще даже рядом не было. То есть Трамп в этом смысле от Обамы, который допустил Обама, я имею в виду, оккупацию украинских земель, он вообще мало чем отличается. Камала Харрис лично мне не очень нравится как политик и как человек. Я не буду скрывать. Мне, я считаю, что были в демократической партии гораздо более достойные кандидаты на постпрезидента. Ну ладно, вот ее выбрали. Позиции Камалы по Украине чуть лучше, чем у Трампа. Она прямо говорит, что не собирается обсуждать судьбу Украины без самой Украины. Это хорошо, но я бы Камале Харрис на 100% не верил. Почему? Потому что она много раз меняла свою позицию на противоположную по самым разным поводам. Даже внутриамериканским. А чего уж там говорить про ситуацию в какой-то другой далекой стране, о которой у Камала Харрис вообще очень приблизительное представление. Поэтому ей доверять на 100% я бы не стал. Все же шансов на нормальный для Украины исход ситуации всей этой, исход войны с Камалой больше, чем с Трампом. Просто хотя бы из-за того, что она обещает поддерживать Украину хотя бы на уровне Байдена. Трамп такого не... Трамп не обещает Украине оружие. Он не говорит, что будет поставлять Украине оружие. Он говорит, что он закончит войну. Закончит войну, по сути дела, за один день. Это означает капитуляцию Украины. Вот как только так можно закончить войну за один день. Других способов не существует. Так. Ну и у Трампа какие еще проблемы? У него проблемы начались как у Байдена. Знаете, он становится постепенно стариком. Ну все-таки ему уже хорошо за 70. Ему там уже ближе к 80. И он, хочешь того не хочешь, к 80 годам все равно, я думаю, любой человек уже не в лучшей своей форме пребывает. Начинает потихоньку выживать из ума, нести какую-то околестицию. И Трампа часто вот то, что послушайте, что он отвечает на какие-то вопросы, вполне конкретные, это просто билиберда. Раньше его выступления хотя бы были веселыми, активными, энергичными, интересными. Сейчас он плохо говорит. Его мысль как-то, знаете, блуждает от одной точки к другой. Он не может ее держать. Она рассыпается. Она тонет в каких-то боковых повествованиях и рассуждениях. То есть у Трампа серьезные проблемы, когнитивные, на мой взгляд, начались. Вот и ровно то, за что он ругал Байдена, к нему самому пришло. И мне кажется, это даже немножко так иронично. То есть те проблемы, которые он критиковал в Байдене, стали его собственными проблемами. Все мы старее. И никто, как говорится, умнее или, скажем так, более энергичным со старостью не становится. Умнее, может быть, становится. Но для президента США вот эти все эти блуждания в потемках разума своего собственного, это очень-очень плохо. Он должен четко очень соображать. Он не должен вот так вот странно лавировать вокруг непонятных каких-то явлений и понятий в своей голове. Из-за этого, я так понимаю, из-за вот этой утраченной способности нормально разговаривать. Трамп отказался сейчас от дебатов. Он провел одни дебаты с Камалом Харрис и сказал, что больше не хочет. Он дает намного меньше интервью, чем в прошлой своей избирательной кампании. Он почти отказался от проведения предвыборных митингов. Он в десятки раз меньше проводит предвыборных митингов, чем в шестнадцатом году, когда он стал президентом. Ну и вообще говоря, Трампа, я помню, 8 лет назад, когда он в первый раз избирался, он был намного живее, намного энергичнее, чем сейчас. Это сейчас, ну просто тогда был мужик, а сейчас старик. Вот я бы так просто характеризовал. Тем не менее, шансы на победу у него остаются очень высокими. И если честно, я думаю, что он бы победил, если бы выборы состоялись буквально сегодня. Однако, у меня есть серьезная надежда на то, что американский эстеблишмент отвернется в сторонку и не заметит, если кто-то возьмет и подрисует итоги выборов, украв таким образом у Трампа победу в каком-нибудь одном или может быть нескольких ключевых штатах. Звучит это, конечно, не очень честно и не очень демократично, но в шестнадцатом году это, по сути дела, произошло. Тогда на праймерис у демократов вдруг внезапно стал побеждать Берни Сандерс и весь американский эстеблишмент привел все вообще свои возможности и силы в боевую готовность, чтобы и брошено это все было на помощь Хиллари Клинтон. Они там супер мощно мухлевали и добились того, чтобы Хиллари Клинтон все-таки победила. Знаете, дело доходило даже до того, что во время, перед дебатами Хиллари Клинтон передавали вопросы, которые будут задаваться во время дебатов с Сандерсом. Вот даже до такого доходило. То есть мухлеж был очень серьезный и она победила. Ну, победила на праймерис, опять же, на мой взгляд, нечестно она победила, но потом проиграла уже Трампу на всеобщих выборах. Кстати, в этом, в нынешнем году Байдену в некоторых штатах фактически нарисовали победу на праймерис, их там даже не проводили. То есть Байден, который разваливался на куски, просто он взял и победил, знаете, за огромным преимуществом. Тоже какая-то фигня, ну, я так скажу. При всем уважении к американской избирательной системе, голоса считать как надо, а не как проголосовать, они тоже иногда умеют. Так вот, если разрыв между Харрис и Трампом в каком-то ключевом штате, Пенсильвания или в Аризоне, или, не знаю, в Северной Каролине будет минимальным, я думаю, так или иначе, там нормально посчитают, и все будет как мы хотим. Дело в том, что Трамп, почему американский эстеблишмент так сильно сейчас нервничает? Трамп очень опасный для эстеблишмента человек. Вот есть такая книга прям 900-страничная, которая называется «Проект 2025». По сути дела, это такой манифест трампизма, в котором сказано, что после прихода к власти весь нынешний эстеблишмент всех тех людей, чиновников и государственных аппаратов, вообще всех, кто занимает важные ключевые посты в Америке, нужно уволить и заменить их на сторонников Трампа. Для американского эстеблишмента звучит слишком круто, слишком резво. Такие вещи, если ты даже их планируешь, не надо, наверное, о них открыто говорить, открыто заявлять. Поэтому на Трампа у эстеблишмента очень серьезный зуб. Илон Маск, тоже присоединившийся к Трампу, тоже очень многих пугает. У него такое впечатление, что он не в себе, крыша у него отъезжает. Я, кстати, был недавно во Львове, слушал там дискуссию с участием Дэвида Ремника. Это главный редактор журнала «Нью-Йоркер», очень влиятельного, либерального, может быть, такого знамени американского либерализма. Так вот, он очень хорошо рассказал, Дэвид Ремник, что Трамп это супер, ультра, мега опасный персонаж, что хуже него быть никого не может. Что это вообще его приход к власти, это просто взрыв ядерной посреди Вашингтона и вот такого плана. Поэтому, знаете, Трампа чуть ли не за Гитлера считают либералы американские. Поэтому, я думаю, что если вопрос станет так, либо подмухлевать на выборах, либо мы получаем американского Гитлера, то они скажут, давайте подмухлюем. Конечно, никто в этом никогда не признается и скажут, что если даже что-то такое произойдет, скажут, что это теория заговора, ничего такого не было, не обращайте внимания, это все фуфло и фигня. Но, я думаю, при острой необходимости могут что-нибудь такое сделать. К тому же, сейчас Трамп требует от Израиля нанести ядерный удар по иранским ядерным объектам, что может вернуться понятно чем. Это очень серьезно, потому что иранцы сказали, что если Израиль нанесет особо мощный удар по Ирану, то Иран начнет собирать атомную бомбу. Кстати, возможно, что уже собрали. Почему? Потому что вчера пришла информация о каком-то странном землетрясении в Иране. Оно было, так сказать, по своим параметрам очень похоже на подземные ядерные испытания. При этом пока никто ничего не подтверждает, никто ничего не опровергает, но, может быть, иранцы действительно провели первое в своей истории ядерное испытание. С ядерной бомбой тут, знаете, какая штука? Ее сделать не так сложно. Ее сложно сделать маленькой и запихать вот эту маленькую ядерную бомбу в небольшой корпус и установить этот корпус на ракету, чтобы эта ракета летела, попадала в цель и бомба, чтобы взрывалась в нужный момент. Вот эту задачу тяжело решить с технической точки зрения. Саму бомбу сделать не проблема. Плюс Иран, вот эти все технологии миниатюризации ядерного устройства, в принципе, мог получить из Российской Федерации в обмен на свои баллистические ракеты и шахеды, поставленные в Российскую Федерацию. Ну и смотрите, какая ситуация складывается. Израиль убил в Тегеране главу Хамаса Исмаила Ханию. Иран ответил ракетным ударом по Израилю. Теперь Израиль готовится ответить своим ударом по Ирану. А Иран говорит, что во второй раз наш ответ будет гораздо-гораздо круче, чем в первый раз. Если у них и правда есть ядерные боеголовки, то это серьезная проблема для Израиля. Почему? Потому что когда идет атака, допустим, на город, израильская система настроена так, что она сбивает только те ракеты, которые непосредственно угрожают городу. Летят, вот видно, что их траектория направлена на город. Если куда-то в сторону от города, то израильская противоракетная система не срабатывает, если в чистом поле. Но понимаете, что ядерная бомба, она и не обязательно прямо в центре города. Она может где-то сбоку упасть, взорваться, а точнее не упасть, они обычно в воздухе взрываются, и городу все равно мало не покажется. То есть, как такие ракеты сбивать, не очень понятно. Плюс, если иранцы начнут выпускать еще и какие-то там обманные пустые боеголовки, просто железяки для того, чтобы перегружать израильскую систему ПВО, то это будет еще сложнее. Короче говоря, что происходит? Запустив военный удар сейчас по Ирану, Израиль может получить в ответ ядерный удар. Может и не получить, может и все это блеф, может и у Ирана нет никакой ядерной ракеты. Ну а если да, а если есть, Израиль небольшой и, знаете, ему много не надо в случае чего. И для Биби Нетаньяху, премьер-министра Израиля, который уже год, ровно год назад допустил самое ужасное после Холокоста преступление против евреев, конечно, он не может себе позволить допустить ядерного удара по главным городам Израиля. Иран, конечно, тоже погибнет в случае, потому что у Израиля есть ядерное оружие, и, конечно, удары по иранским городам последуют незамедлительно. Но радости Израилю от этого не добавится, если весь Израиль будет разрушен ядерными взрывами. Поэтому, я думаю, сейчас и правительство израильское медлит с ответными действиями. Была информация о каких-то взрывах в Исфахане и Тегеране, но иранские правители сказали, что это свадьба, просто взрывали петарды и что это типа ПВО было, учение ПВО, не знаю. Но в любом случае есть о чем задуматься и изранцам, и израильтянам. Я думаю, что вполне возможно, что их история закончится как история между Пакистаном и Индией, которые много раз между собой воевали, а сейчас у них такой ядерный паритет, и они боятся воевать, запускать против друг друга ракеты. Может быть так, может быть как-то иначе. Но вообще, знаете, я жил в 80-е годы и очень хорошо помню, как тогда все боялись ядерной войны. И я помню, как радовался, когда Горбачев и Рейган подписали соглашение об ограничении ядерных ракет в Европе. Я понял, что ядерной войны, видимо, не будет. И я просто не могу себе представить, что опять об этом же приходится говорить спустя 40 лет. Это очень-очень странно. Но, тем не менее, давайте еще раз я напомню, что мы сейчас введем сбор 24-й бригады ВСУ, которая сражается в Часовом Яру. Им нужны ФПВ-дроны, если у вас есть возможность, давайте поможем ребятам. На этой оптимистической ноте я сегодня с вами буду прощаться. Меня зовут Иван Яковин. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами сила и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.